Доброе утро, дети! Доброе утро, Леон! И доброе утро, младенцы! Мы одни на необитаемом острове. Как это утро может быть добрым? Когда за нами придут спасатели? У меня болит всё тело из-за плавания. Одни младенцы не жалуются. Вам есть чему поучиться у них? Что мы будем делать? Я бы попробовала поискать немного еды, но у меня младенцы. Не волнуйся, мамочка, мы можем пойти поискать еду с папой. Да, папочка? Я хотела немного поплавать и посмотреть, есть ли там земля. Папочка, мне очень жаль, но потребуется много часов, чтобы найти землю. Я вижу одну воду. Я знаю, но я просто пойду проверю. Хорошо, если ты настаиваешь. Только не теряйся, папа. Я буду осторожен. Ладно, тогда прежде чем придёт Леон, мы можем пойти туда. Там не так много песка. Хорошо. Надеюсь, мы сможем найти хорошую еду. Мне надоело есть одни кокосы. О, кто бы мог подумать, здесь растёт черника и клубника. Ягодки такие красивые. Помогите же их собрать. Надеюсь, они вкусные и спелые. А теперь давайте вернёмся. У меня действительно болит нога. Я сожалею, мамочка. Всё в порядке. Не нужно извиняться. Пойдём. Боже мой, моё тело сильно болит от постоянного плавания. Там нет земли и людей. Но я вижу отсюда одно место на нашем острове. Похоже, там может быть еда. Сейчас проверим. О, там есть немного мёда. Я должен быть очень осторожным. Хотя скажи это этим детям, которые ужалят меня. Рита, дети. Я нашёл немного еды. Хотя это всего лишь мёд. Извините. Мы тоже нашли еду. Угадай, что у нас? Мы нашли клубнику и чернику. Но маме нужно посетить больницу. Леон, мне кажется, я рожу на этом острове. Как мы справимся с этим? Я не знаю. Но мы очень скоро будем спасены. А если мы больше никогда не вернёмся? Значит, нужно построить тут новый дом. Да, папа, строй коттедж. Ээээ, коттедж? Что вы имеете в виду, построй коттедж? Ты ведь замастерил крутой магазин, в котором мы продавали лимонад. Это скрепит всего пару досок. Мы не собираемся оставаться здесь навсегда. А значит, нет смысла строить тут замки. Но было бы так круто иметь замок на необитаемом острове. Да, тогда мы сможем проезжать сюда на каникулах. Марио, сюда не ходят автобусы. Здесь даже вай-фая нет. Как я буду играть в свои видеоигры? Папа проведёт электричество. Эээ, я просто хочу поесть ягоды и немного мёда. А потом построим коттедж. Давайте я вас покормлю. Леон, и ты кушай ягоды. А теперь я разделю мёд. Вам, мальчики. Немного мёда младенцам. Леон. И, конечно же, мне. Было очень вкусно. У меня голова болит. Сегодня слишком жарко, а у нас не накрыты головы. Нельзя находиться без головного убора. Можно смастерить и соломы. Точно. Там, где мы нашли ягоды, что-то росло. Это пшеница. Сделаем шляпу из неё. Леон и Марио, собирайте всё, что найдёте. А Доминик отдыхает. Я не хочу, чтобы он потерял сознание. Капитан, на необитаемом острове люди. Дай мне бинокль. Вот, держите. Хм, дети младенцы. Обезьяна. О, вау. Похоже, я нашёл себе жену. Что мы будем делать? Возьмём пленников на корабль. Вон, держите свои шляпы. Теперь мы не получим солнечный удар. Рита, после спасения тебе обязательно нужно открыть свой магазин шляп. Согласен с папой. Мне очень нравится, как получилось. Но перестаньте. Я ведь и правда это сделаю. А когда мы построим коттедж? Я не хочу больше ночевать здесь. Мне нужна мягкая кровать. Надеюсь, нас пасут до того, как стемнеет. Но лучше подстряховаться и подготовиться к ночи. Тут могут быть дикие звери, и они очень опасны. Какие дикие звери? Они что, нападут на нас? Леон, не неси бред. Как ты можешь говорить такое детям и младенцам? Прости, не подумал. На нас никто не нападёт, потому что папа построит коттедж. Давай, исправляйся. Я соорудил это из камня. И теперь мне нужно набрать травесины. И много других ресурсов для постройки нашего дома. Главное действовать осторожно. Прежде всего не впадаем в панику. Сохраняем трезвость мышлениям и не поддаёмся негативным эмоциям. Мы ведь остались живы, и поэтому повод для радости всё-таки имеется. Именно сила воли и сила духа помогут нам выжить в непривычных условиях. Укрытие даст нам тепло ночью, тень днём, а также возможность припрятать наши припасы еды. Для устройства простейшего укрытия также можно использовать упавшее дерево с густой кроной и толстые стволы. Только нужно их дополнительно обложить кроной или лопняком, чтобы защититься от дождя и ветра. Субтитры подогнал «Симон» Ты замечательный архитектор, папа. Я увидел это место, когда плавала и искал землю. Потрясающее расположение, но придётся каждый раз спускаться вниз, чтобы выйти к воде. Ой, смотрите, там что-то есть! Может быть ищут нас, и я собираюсь прыгать и кричать. Мы здесь! Мы здесь! Сюда! Вот бы поближе. Давайте перейдём к скале, чтобы они могли увидеть нас лучше. Эй, плывите сюда! Даже малыш начал толкаться. Рита, не смей здесь рожать, ты должна потерпеть до больницы. Ты так говоришь, будто я в туалет по-большому собираюсь ходить. Это роды, а не диарея. Это же пираты! Эй, кто вы? Мы пропавшие туристы. Зачем ты это сказала, мама? А что не так? Мы же ищем помощь. Пираты плохие. Они грабят и убивают. Да, зная, что мы пропавшие туристы, им будет сделать это легко. Пираты, моя жена пошутила. Мы не пропавшие туристы, у нас всё хорошо, живём неподалёку от скалы, в коттедже. Хм, подозрительно. Он сказал, что это его жена. Значит, его оставим здесь, а синеволосую забираем. Эй, я всё слышу вообще-то. Никуда я без своей семьи не пойду. Да, вообще-то мы вместе и разделяться не собираемся. А я не с тобой разговариваю, щенок. Эй, повежливее с моим мужем, разбойничек. Хоть у тебя меч с крутыми пушками, но от моего удара кулаком ваш корабль пойдёт ко дну. Мне нравится твой боевой характер. Хорошо, я принимаю его пленником. Рита, давай останемся на острове и дождёмся нормальных спасателей. Подожди, Леончик, не мешай, я веду переговоры. Мистер Пират, извините, сэр, а куда вы собираетесь доставить? А куда надо? Ну, нам бы вернуться домой, в Боб-Сити. Мы как раз туда и держим курс. Не знала, что до Боб-Сити можно добраться на корабле. Они врут, мама, не верь пиратам. Подожди, сынок. А, мистер Пират, а вы не врёте? А, нет, нет, не врём. Да, правда команда? Да, капитан, то есть, нет, мы не врём. Врут плохие, нехорошие люди, а мы пираты. Эхаха. Вот, слышали дети, они не врут. Пойдём, они до конечной Боб-Сити. Давайте зайдём внутрь. Здесь пираты отдыхают и набираются сил. Тут мы сидим и обсуждаем разные планы. Едят здесь. Мы обязательно сюда ещё вернёмся. На кухне работает повар. А где сейчас повар? В темнице. А почему он в темнице, а не на кухне? Он пережарил мои любимые блинчики. Сожалею. Не люблю, когда меня пытаются отравить. А я вот наоборот люблю подгорелые корочки. Мне бы ваш повар понравился. Если хочешь, я выпущу его ради тебя. Ради меня? Да, ты станешь моей женой. Но, мистер пират, это невозможно. Я уже замужем. Да, вообще-то она моя жена. И скоро у нас будет ещё один ребёнок. Да, наш папа не пират. А я не просто пират. Я капитан. Наш папа круче. Он супергерой. И он уничтожит вас своим взглядом. Дети, вы преувеличиваете. Я не супергерой. Я просто любящий муж и заботливый папа. Ну, не скромничай, Леончик. Ты и навалять можешь, если надо. Так что вам лучше не связываться с моим мужем. Ха-ха-ха. Насмешили. Эй! Отвезти его в темницу. А повара на кухню. Ты станешь моей женой. А ребёнок будет пиратом. И в будущем станет капитаном моего корабля. Ну уж нет. Я не согласна. Во-первых, никто так не разговаривает с леди. А во-вторых, вы обещали доставить нас в Боб-Сити. Я соврал. Корабли не ходят в Боб-Сити. Мы даже не знаем, где это находится. А если бы и знали, то всё равно бы не доставили вас туда. Я же говорил, что они врут. А может, договоримся? На выход. Я свободен. А ты в темницу. Сиди здесь. Неужели это конец? И я буду вечным пленником в этой темнице. Эй, ты откуда? Меня взяли в плен. А мою жену похитил капитан. Я планирую сбежать. Ты со мной? Да, но как мы это сделаем? Нужно забрать ключи у наблюдателя, когда он будет спать. А почему ты раньше этого не сделал? Не было тебя, дурак. Кто бы мне помог? Но здесь же был повар. Он тот ещё предатель. Ты собираешься сбегать, или так и будешь болтать? Что надо делать? Видишь того какаду? Это мой пузька. Они забрали моего пузьку. И посадили меня эту в темницу. Но мой какаду преданный. И вытащит нас. Нужно чем-нибудь приманить его. Он любит грезть початы кукурузы. Я сохранил один с прошлого ужина. Когда наблюдатель заснёт, какаду за початок принесёт нам ключи. И я открою клетку. Но мы дождёмся, когда наблюдатель проснётся. Чтобы он не поднял бунт из-за нашего побега. А ты закроешь его в темнице, когда я дам команду. Повар был освобождён для тебя. О, а можно мне пончиков? Что это? Круглое хлебобулочное изделие, капитан. Ненавижу круги. Почему? Ребёнком я хотел научиться плавать. И меня посадили в круг, который оттолкнули от берега. Но круг порвался, и я начал тонуть. Теперь я сильно боюсь кругов. Но это всего лишь жареный пончик. Сделай их квадратными, понял? Но отверстие должно быть. Моя жена не будет есть круглые пончики. Я не ваша жена. Если ты не станешь моей женой, то я скормлю тебя акулом. Но я уже замужем. А вот моя подруга Аня недавно рассталась с принцем. Давайте я вас познакомлю. Но нужно добраться до её особняка. А он как раз в Боб-Сити. Ты пытаешься меня надурить. Что вы, я не пират и не умею обманывать. Капитан, у меня не получаются квадратные пончики. Есть только круглые. Убери их! Убери их от меня! Убери их! Всё в порядке, я закрыл их крышкой. Ну и реакция. Что мне делать с этим? Готовь. Пока не получатся квадратные. А ты отправляйся в каюту и достань из сундука свадебное платье. Откуда у вас свадебное платье? Осталось от моей прошлой жены. Можно поинтересоваться, где ваша прошлая жена? На дне океана. Марио, смотри, я настоящий пират. Но мама сказала, надо быть хорошим. Не будь занудой. Да, быть пиратом круто. А что это у вас? Пиратский яд. Не хотите попробовать? Спасибо, но я люблю сок или молоко. А разве можно выйти замуж, когда я уже замужем? В любом случае, я сейчас посмотрю, что это за платье. Оно очень красивое. Но я не хочу выходить за этого пирата. Где мой Леончик? Спит, пора действовать. Пусть-ка сюда. Арр, Пуська любит кукурузу. Пуська любит кукурузу. Пуська любит кукурузу. Пуська доволен. Умная птичка. Но лучше пальцы не суй, а то откусит. А-а-а, ясно. Ну что, сегодня снова ваши любимые кокосы. Меня уже тошнит от кокосов. Понимаю. Действуй! Эй, вы обхитрили меня. Сами ешьте свой кокос. А ты дерзкий парень. Из тебя бы вышел отличный пират. Пуська ко мне. Пуська любит своего хозяина. Сегодня соединятся два любящих сердца. Вообще-то я его не люблю. Тогда два обычных сердца. Эй, свадьбы не будет. Леон! Она моя жена. И у нас есть замечательные дети. Какие еще замечательные дети? Это он про нас, Доминик. А еще скоро будет малышком. Поэтому пираты в наши планы не вписывались. Ты на моем корабле. И здесь мои правила. Сразимся на мечах, как мужчины. О, я даже не умею держать меч. Леончик, возьми пончики под крышкой. Рида, ты серьезно сейчас? Доверься мне. Эй, что вы делаете на моей кухне? Прости, мне нужно это. Получай! Нет, нет, прекрати, пожалуйста! Если вы не доставите нас в Боб-Сити, то я отправлю этот пончик прямо. Стоп, хватит! Ты победил! Только убери их от меня! Здесь все люди с круизом. Позвольте отдать младенцев матери. Она сейчас в палате. Вот ваши младенцы. Спасибо вам, что спасли моих младенцев. Когда лайнер начал тонуть, я застряла в туалете. Проходящий мужчина услышал мои крики. И сломал дверь. Он помог мне выбраться. Тогда я побежала за детьми. Но их уже не было на месте, потому что там была лишь вода. Я подумала, что они утонули. И от страха потеряла сознание. Очнулась уже тут. Не волнуйтесь, теперь вы вместе. Спасибо еще раз. Мой муж миллионер. И он заплатит вам много денег. Я так рад, что все хорошо закончилось. Рита, когда мы были на острове с младенцами, я понял, что очень сильно жду нашего малыша. А что, ты раньше его не ждал? Нет, нет, ты неправильно меня поняла. Я всегда ждал нашего малыша. Тем более тебя. Ну, от кого же я еще могу ждать его? То есть ее. Ты же хочешь девочку? Ну, вообще, я тоже бы хотел девочку. Дурак, просто помолчи. Я люблю тебя.